Судебное следствие по самому громкому в буквальном смысле этого слова дело доведено до финала. По обвинению во взятках судили преподавательницу философии авиационного колледжа Марию Кордынову. Громким это дело сделала сама педагог. Вот что она устраивала в зале суда. Помогите! Тихо, 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 тихо. Куда пошли, куда пошли? Я не буду с этой проституткой разговаривать. Тихо, не кричать. Я сказала, я домой пошла. Ну, вас же потом привезут. Попробуйте. Ну как попробуй, федеральный розыск привезут вас. Да плевать мне на ваш федеральный розыск, как на вашу рашку. Какую рашку? Вашу вонючую поганую страну. Она у нас не поганая, не вонючая. Вы грамотный человек, посмотрите. Помогите! Ну и чего? Дальше-то чего? Преподаватель брала с студентов взятки в виде денежных средств, так и купонов косметического магазина за выставление им положительных оценок за экзамены и зачеты. Наталья Владимировна, вызывайте скорой помощи, они меня довели. Я сказала нет! Это решается, что это заседание. Нет! С огромным трудом, но дело до приговора все же довели. Но ни в интервью, ни в своем последнем слове Мария Кордынова так и не показала лица. Мое задержание было похоже на детектив. Оперативники Московского района силой при моих студентах вытащили меня из колледжа, затолкали в машину и увезли. Из истории я знаю, что такое возможно было лишь в сталинское время. А у нас 2015 год, а мы рассматриваем все те же сталинские доносы и анализируем анкеты-анонимки. Показаниям свидетеля страны об ней нельзя верить, так как все они учились плохо. Я никогда ничего, никаких денег не брала. Мне вообще по медицинским показаниям запрещено пользоваться какой-либо декоративной косметикой. Я считаю, что это способ мести со стороны руководства учебного заведения. Без комментариев. Без комментариев. Без комментариев. Того, что меня постоянно таскают к следователю, в суд веру не выдерживают. Я рассчитываю на оправдательный приговор, потому что в деле нет ни одного доказательства, подтверждающего мою вину. Тут предназначено признать кардинного Марии Михайловны виновной в совершении преступления. Назначите ей наказание штраф в 15 тысяч рублей с решением права заниматься проходовательской бедности. 14 эпизодом она оправдана. 15 эпизод суд пришел к выводу, что доказательства причастности ее установлены. Но случилось там того, что срок давности за привлечение к полной ответственности истек в угодичные, которые предусмотрены за преступление небольшой тяжести, она освобождена от наказания. Субтитры создавал DimaTorzok